Враг церкви Христовой может принять тысячи разных видов, но методы его сражения с ней сокращаются на две категории – нападение извне и подрывная работа изнутри. Из этих двух методов борьбы с ней, второй гораздо опаснее и эффективнее, чем первый. Сатана отлично знает, что один дьявол внутри церкви может сделать гораздо больше, чем тысячи демонов за ее пределами. Вы помните историю падения Троя, приблизительно 1200 лет до Рождества Христова? Девять лет этот город был безуспешно осажден греческими войсками, но на 10-м году войны греки одержали блестящую победу, и это было благодаря хитро придуманному методу врага войти в город. И как удалось ему это сделать? Греки соорудили огромного деревянного коня, и спрятав внутри него несколько своих вояков, выставили его перед воротами, а сами отступили. Троянцы, не подозревая хитрости греков, везли коня в город для жертвоприношения своим богам. Но в ту ночь во время пиршества воины вышли из чрева коня, открыли ворота города и впустили в него своих товарищей. И что не удалось сделать за 9 лет, было совершено за одну ночь. Дорогие мои, все атаки противников на церковь извне не в силах сделать десятую долю того вреда, который может сделать вкравшее в ее среду, притворяющее быть последователем ангца. Христос проиллюстрировал эту стратегию врага одной своей притчей о том, как в поле одного человека, посеявшего доброе семья, когда люди спали, враг его посеял плевелой и не заметил того хозяин поля до тех пор, пока не выросло то и другое. Этот метод смешивания вредного с добрым всегда был излюбленной и удачнейшей тактикой врага в его борьбе против Церкви Христовой. И вот эту как раз опасность атаки изнутри имел в виду апостол Иуда, когда он написал свое послание. Правда, сперва он хотел было о другом писать, об общем спасении, но потом почел нужным предостеречь верующих о вкравшихся в их среду людей, притворяющихся быть добродетелями, но которые по существу были этими троянцами. Тайком вошедшая пятая колонна с целью разрушить дело Божие. В четвертой главе книги Деяния мы впервые в истории молодой церкви встречаемся с врагом, открыто нападающим на нее. И вы помните, как она эту атаку преодолела? На коленях. Она обращается к своему Господу и сказано, что по молитве этих первых христиан поколебалось место, в котором они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. В результате множество уверовало. Были они все одного сердца и души, и все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, так как все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Одержана была чудная победа. Но разумеется, что врагу это было не по душе. Поэтому во что бы то ни стало, нужно нанести новый удар. И как это сделать? Извне, лобовой, ему не удалось. Следует теперь найти путь изнутри это сделать. И в этой молодой церкви враг уже успел посеять свой плевел. Он в нее успел вести свою пятую колонну. Мы видели опасность лобовой атаки, но эта угроза изнутри оказалась гораздо коварнее, куда искуснее, на сто раз опаснее, чем его попытки уничтожить ее извне. До этого церкви еще не приходилось пережить такого внутренного нападения. Но враг долго не ожидал, пока не придумал эту злонамеренную тактику против юной церкви. Последнее, о чем мы прочли в 4 главе, это было о Варнаве, о человеке, добром, исполненном духа святого и веры, что была у него своя земля, которую, продав, принес полученную цену и положил к ногам апостолов. Сразу после этого, начиная с первого стиха 5 главы, мы читаем, «Некоторый же муж имени Анани женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Тут мы видим, с одной стороны, благородный акт преданного христианина, а с другой, притворное подражение двух лицемеров. Какой контраст! Совершенно возможно, что добрый и щедрый пример Варнавы побудил Ананию и Сапфиру сделать показ, что они не отстают от Варнавы в добродетели, надеясь этим получить уважение и похвалу от остальных, но, увы, их поступок не был побуждаем любовью, как был Варнавы, а эгоизмом, коварством и обманом. Тут важно отметить, что грех Анани и Сапфиры заключался не в том, что они не все дали на дело Божие, из того, что они получили за проданное имение, они принесли часть, и в этом не было ничего худого, то есть, что они не все принесли. Никто их не принуждал вообще этого делать. Верующие приносили добровольно цену проданных ими домов и земель и полагали к ногам апостолов. Это был совершенно добровольный акт. Но в чем же тогда заключался их грех? Ответ обнаружим в нашем тексте. Грех Анании и Сапфиры был грех притворения, обманно выдавая себя за одно, а по существу быть нечто совсем иное. Их поступок не соответствовал действительности. Он был с целью вводить заблуждение. Это был ужаснейший из всех грехов, самый пагубный грех, с которым Бог всегда поступал самым суровым путем. Их грех был лицемерие. Анания, говорит апостол Петр, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому. Ты солгал не человеком, а Богу. В этом был весь ужас их греха. А вовсе не в том, что они отказали все дать. Они намеренно сделали вид, что дают все, а по существу дали только часть. Этот лживый акт лицемерия был их грехом. Грех, который их погубил. Но, дорогие мои, не в опасности ли и мы его совершать? Не думайте, что Бог со временем стал более снисходительным с этим грехом, потому что совершающий его как будто не сразу наказывается и не с такой скоростью и окончательностью, как были наказаны Анания и Сапфира. Это отнюдь не значит, что Бог стал более терпелив с лицемерием. Самые суровые слова из уст Спасителя были сказаны по адресу религиозников-лицемеров. «Горе вам, лицемеры!» Если суд над лицемерами сегодня не так мгновенен и явен, как был он над этими двумя притворщиками, то это не значит, что наказание Божие лицемера не догонит. Суд над ним исполнится и со всей суровостью, если он не покается и не признает себя этим ужасным грешником. Отдаем ли мы себе полный отчет, дорогие друзья, когда мы, например, поем «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена». Сколько было бы мертвецов в наших собраниях, если Бог наказал бы тех, которые поют такой гимн неискренно, лицемерно. Во всем земном служении Иисуса Христа вы обнаружите только один акт, одно чудо, совершенное им, которое было разрушительным, осудительным, и этот акт символизировал именно его отношение к лицемерию. Я имею в виду проклятие смоковницы. Вы помните этот случай, когда Христос в залков увидел издали смоковницу, имеющую листья. Правда, не было еще время для собрания смоков, и тем не менее это дерево было покрыто листьями. Листья говорили, что должны были быть спелые плоды, так как в Палестине сперва появляются плоды, а потом листья. И поэтому, если дерево покрыто листьями, то это достаточное доказательство, что дерево имело спелые плоды. Но когда Христос подошел к этому дереву, то, увы, Он плодов на нем не нашел. Листья были, а смоков нет. Притом, эта смоковница, судя по обилию листьев, появившись не вовремя, этим не только дала вид, что она имела плоды, но выделяла себя как особым деревом, якобы имея плоды, когда все остальные деревья их не имели. Да, это был уродец, и таких уродцев можно найти не только в природе, но, увы, вы их найдете в церкви. Они не только довольствуются иметь вид, что равны с другими, но они хотят, чтобы люди думали, что они превышают в духовности всех остальных. И действительно, они как будто могут показать невероятный рост и духовный прогресс. Они превосходят самых лучших, они духовне духовных, да, до тех пор, пока их не распознаешь ближе. Они подобны этой уродливой смоковнице, которая сдалека казалась особенной, невероятной, превосходящей всех других смоковниц, имеющей плоды, когда другие их не имели. Но когда Христос к ней приблизился, то ничего не нашел на ней, кроме листьев. Ложный показ, который говорил, что есть плоды, но после близкого исследования дерево оказалось бесплодным. Его вид не соответствовал действительности, и Христос проклял смоковницу. Он ее осудил, и она засохла до самых корней. Это был символический акт Божьего суда над лицемерием. И вот в этой пятой главе книги Деяния мы встречаемся с такими смоковницами, духовными уродами в лице Анани и Сапфиры. Шилейшие листья их религиозного энтузиазма было только для показа. Плодов истинной христианской жизни на этих деревьях не было. К ним относятся слова Христа «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Интересно отметить значение имен этой четы. Анания значит благодать Божия, а Сапфира происходит от слова Сапфир, драгоценный камень необыкновенной красоты. Да, они носили имя, будто были причастниками благодати Божией, неся внешнюю красоту, а внутри они были полны костей мертвых и всякой нечистоты. По сушеству они уже были мертвы, так что физическая сметь, так внезапно постигшая их, была явным показанием их уже омертвевшего духовного состояния. В этом скоропостигшем суде Божьем над этими людьми мы видим еще раз, насколько Бог ненавидит лицемерие и что ожидает каждого притворщика. Перед нами возникает вопрос, были ли эти люди Анании и Сапфира вообще верующими, чадами Божьими. Я ничуть не сомневаюсь в том, что они никогда не пережили возрождение, они жизни Христовой не имели. Заметьте, что их притворность была умышленным актом. Этот грех не был совершен без намерения, он был тщательно обдуман с преднамерением обмануть других. Мы видим это в том, что они между собою согласились солгать. Об этом ясно написано в первых двух стихах пятой главы и то, что Петр сказался в Сапфире, говоря, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот этот факт, что грех этот был умышленный, преднамеренный, обдуман, с определенной целью вводить в заблуждение, говорит мне, что совершившие его не были возрождены. Мы знаем, говорит Слово Божие, что всякий рожденный от Бога не грешит. То есть умышленно, намеренно, привычно он не практикует греха. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Притом, в людях, которые видом благочестивы, а жизни духовной не имеют, вы не найдете страха Божьего. В этих двух лицемерах вы ни малейшего страха не обнаружите, несмотря на гнусность их греха. Они смелы своей лжи и бесстыдно ее защищают и оправдывают. В них не было страха Божьего. Таковых именно имел в виду апостол Иуда, когда он пишет, «Они бывают соблазном на ваших вечерях любви, першествуя с вами, без страха уточняют себя». Они не имели никакого права быть на вечерях любви с искупленными детьми Божьими, и тем не менее они к ним присоединились без ощущения какого-либо страха. Вопрос, спасены ли они или нет, их вовсе не беспокоит. Они никогда не подшли нужным узнать и увериться, рождены ли они свыше или нет. Они считают само собой разумеющим, что они не только не хуже других, но даже лучше. Люди без страха убедительный признак, что благодать Божия их никогда не коснулось. Они жизни Божьей не имеют. Апостол Петр говорит посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше знание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вы заметили, что слова эти были написаны братьям, то есть верующим. Невозрожденного этот вопрос не беспокоит. Он ложной надеждой спокоен. Ему одно важно, каково мнение о нем другие. А спасен ли он в действительности или нет, это его отнюдь не трогает. Приходилось встречать детей Божьих, которые трепетали над этим вопросом, спасены ли они или нет, воистину ли они возрождены или нет. Сколько они оплакивают свое несовершенство, даже боясь, что само искушение грех. Этого страха в невозрожденном человеке вы не найдете. Он ни малейшего желания не имеет сделать твердым свое избрание, утвердиться в своем спасении по той простой причине, что он его не имеет. Признак же подлинного чада Божьего то, что он всегда ощущает нужду в свежем прощении, в новом очищении, в постоянном освящении. Но вы спросите, почему сегодня нечестивые, грешники, лицемеры продолжают жить с нами? Они першествуют в наших вечерях и уточняются без страха. Как они уцеляются в наших церквах? Что говорит нам это состояние? Анания и Сапфира не могли существовать в атмосфере апостольской церкви. Или Анания должен удалиться и лишь Дух Святой. Со существования Анании и Духа Святого невозможно. Возлюбленные, когда церковь чиста, когда она свята, Анания и Сапфиры в ней не устоят. Церковь своей чистотой и святой жизни изымет нечистая, скверная и лицемерная. И теперь заметьте дальше, что как скоро Анания и Сапфира были изъяты из церкви, то великий страх объял всех верующих и вновь последовало благословение Божье. Очищенная от скверноты церковь, вымытая от сора и мусора зла и беззакония, делается вновь сильной и эффективной. Сразу после происшедшего над грехом суда, сказано «руками же апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса». Дальше верующих более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин. Да, после очищения был новый мощный прилив Духа Святого и церковь вновь начала функционировать под обильным Божьим благословением. Мы видим то же самое в связи с символическим актом проклятия смоковницы. Христос после этого идет в храм и там с бичом выгоняет торгующих в Доме Божьем. Дом молитвы был осквернен, он сделался вертепом разбойников, в него вели торговлю. Но когда Христос входит, то первое, что он делает, он начинает выгонять все негодное. И вы заметили, что тут происходит? Как скоро храм был очищен, сказано, приступили к Нему, то есть к Иисусу Христу, в храм слепые и хромые, и он исцелил их. И дальше сказано, что дети воспевали хвалу Богу в храме. Да, таков всегда результат, когда храм делается чист, слепые делаются зрячими, хромые вновь ходят, и дети начинают петь и славить Господа. Это нормальная функция церкви. Грешники прозревают, отступники опять ходят путями Божьими, а дети Божьи единодушно прославляют и радуются в Господе. Для церкви Христовой нормальное состояние быть исполненной Духа Святого. Но чтобы Дух Божий нас исполнял, наш сосуд должен быть чист от скверноты греха и беззакония. Когда церковь будет чиста, когда от всего сердца она будет искать освящение, тогда слепые прозрят, хромые будут ходить и дети будут славить искупившего их ангца. Дорогие мои, проверим каждый самого себя. Восвейте Слово Божие, подлинное ли я чадо Божие или нет. Если нет, то поспешим исповедовать наш грех, и он многомилостив простить нас и очистить нас от всякой неправды. Если ты чадо Божие, но сила Божия в тебе не проявляется, ты не имеешь радости спасения, то пусти Духа Божьего во всей его полноте в твой храм, и пусть он совершит свое дело освящения. Но если ты один из тех, который до сих пор притворялся чадом Божьим, обманно выдавая себя за христианина, а таковым ты не являешься, то умоляю тебя ради Христа исповедуй свой грех сейчас же, чтобы ты не пал под ужасным осуждением, который ожидает всякого лжеца и лицемера. О, наш Бог, Он многомилостив! По голосу вопля твоего, когда ты искренно от всего сердца призовешь имя Господня, Он услышит и простит тебя немедли. Приди сейчас, пока еще не поздно, да поможет тебе Господь. Субтитры создавал DimaTorzok